Лингвистическая комиссия Три вопроса в билете. Первый, значит, он должен написать двустраничные сочинения на определенную тему. Второй вопрос, он должен грамотно читать отрывок из классиков казахской литературы. Третий, значит, выступить, ну, маленький доклад, скажем, на определенную тему тоже указанный в билете. Сейчас на выборы президента выдвинулись свои кандидатуры действующий глава Казахстана Нурланов Исбаев от оппозиционной ОСДП Мирам Хажикен, Жигули Дайрабаев и Каракат Абден. Кстати, называющий себя оппозиционером бывший депутат Можилиса Нуржан Альтаев тоже подал документы в ЦИК. Альтаев представил выписку из протокола заседания РОО Мухалмас. Но вместе с тем в комиссию также поступили заявления от ряда руководителей филиалов объединения о фальсификации протокола. В ЦИК отметили, что по факту проводится проверка фальсификации компетентными органами. Политологи называют Альтаева соперником Токаева на этих выборах. Депутаты спросили главу Минздрава, куда пропадают специалисты или почему в Казахстане не хватает врачей. Пациенты, которые месяцами ждали приема, обычно не скупятся на эмоции. Сверхмеры загруженные врачи выслушивают претензии и упреки. Специалисты, которые трудятся в режиме цейтнота, быстро выгорают, пишут заявление на увольнение и дальше переводятся в другие клиники или частные учреждения. Пока медучреждение найдет нового врача, очередь на прием будет и дальше увеличиваться, говорят наблюдатели. И на сегодня в стране дефицит врачей составляет 7072 единицы среднего медицинского работника и более того 7606 единиц. Из них более не тысячу, как вы озвучили, а 1700 единиц врачей не хватает на селе. К сожалению, вами не услышаны, наверное, боль, чаяния сельского населения по оказанию своевременной медицинской помощи. Они были услышаны президентом, главой государства Касым Жумарковским, через национальный проект модернизации села. К сожалению, на сегодня мы обеспокоены тем, что, как всегда, это случается, а возможно не случается, а получится, объекты будут построены, а нужных кадров не быть. По стране 91 медицинских колледжей, в некоторых регионах их 2-3, и свой регион они покрыть могут. Поэтому мы с Акиматами работаем, что они выделяют для них гранты из бюджета, чтобы они покрывали именно эти проекты в рамках национального проекта модернизации сельского здравоохранения. Для решения этой проблемы Минздрав предлагает повышать подъемные. Подъемные пособия на каждого прибывшего врача составляют от 1 до 2 миллионов тенге. Акиматы Североказахстанской и Костанайской областей выделяют пособия от 3 до 5 миллионов тенге. Но в казахстанских селах все равно не хватает около 1000 врачей и 700 медсестер. При этом вами указывается динамика снижения дефицита узких специалистов на селе на 21%, что на наш взгляд является маловероятным. Мы понимаем, что молодые врачи, закончившие резидентуру, к сожалению, не всегда едут в село. Как мы раньше привыкли готовить узких специалистов за три месяца, это я считаю неприемлемым. Это моя принципиальная позиция. Качество медицинской помощи в аулах гораздо ниже, чем в городах, говорят эксперты. Чтобы сократить разрыв, необходимо в ближайшие годы построить 655 сельских больниц, амбулаторий и медпунктов. Но тогда дефицит медиков только усилится. В Минздраве Казахстана сообщили, что не ожидают резкого роста различных инфекций из-за наплыва граждан России. Как уточнил главный врач страны Ажар-Гениат, на сегодня именно резкого роста ВИЧ-инфицированных ведомство не ожидает. Может быть, еще рано. Наплыв россиян, по данным Министерства внутренних дел, остановился. Такого наплыва нет. Очень многие россияне были здесь проездом, поэтому нагрузки или роста каких-то инфекций из России не чувствуем и не видим, рассказала министр здравоохранения Ажар-Гениат. Кроме этого, чиновница затронула тему коронавирусной инфекции в стране. По ее словам, в прошлом году ожидался рост в конце октября. Ведомство следит за всеми волнами развития КВИ. Сейчас идет, наоборот, спад. Ежедневно выявляется 30-50 больных. Ранее Ажар-Гениат заявила, что в селах выросла младенческая смертность. Также она отметила, что жители сел живут дольше горожан. Рост цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 19,6%. В том числе за прошедшую неделю 0,1% и в разрезе регионов. Самые высокие показатели зафиксированы в Улатаусской, Мангистаусской и Западно-Казахстанской областях. При этом на сегодня продолжается комплексная работа по стабилизации цен на гречку, рис, картофель и другие позиции. Стоимость ряда товарных позиций по республике, включая лук и сахар, в последнее время снижается. При этом Алихан Смаилов поручил оперативно заполнить овощи хранилища. И, кроме того, премьер поручил ускорить переформатирование региональных комиссий, проследование цепочек ценообразования Акимом Астаны, Жамбалск, Алматинской и Казалардинской областей, взять на личный контроль подписание меморандумов по снижению торговой надбавки с 15 до 10%. Чтобы в межсезонье, начиная где-то с марта месяца до июня месяца, у нас не было определенного дефицита и ввоза, и дорогого импорта по овощам, надо сейчас заложить в стабфонды, заполнить овощехранилище луком, картофелем, морковью, капустой и делать интервенции в межсезонье с тем, чтобы стабилизировать, не дать ощутимо вырасти ценам на овощи. Потом после овощей начинает расти все остальное. А судьи кто? Именно такой вопрос хочется задать после озвученной статистики. В 2019 году к дисциплинарной ответственности за грубые нарушения при ведении дел привлекли 60 судей. В 2020 уже 66, а в 2021 уже 71 человек. За 10 месяцев 2022 года 47. При этом, например, в 2019 году 20% судей освобождены от занимаемой должности. Такие данные озвучили на брифинге, посвященном работе Высшего судебного совета. Еще не закончился год. Еще сколько у нас сейчас в остатке материалов есть. Поэтому сейчас ответственность судей при рассмотрении дел за грубые нарушения и за нарушения этики усиливается. Но наказание, вот сейчас указы, это общественное порицание, не предусмотрено как наказание судебному жюри. При дисциплинарной ответственности судья может быть наказан в виде замечания, выговора и освобождения от должности судей. Напомним, Высший судебный совет – это автономный госорган, основной задачей которого является рассмотрение кадровых вопросов. Это отбор судей, формирование резерва, рассмотрение дисциплинарной ответственности и так далее. Судьями сдается квалификационный экзамен, который, к слову, не все успешно сдают. В 2022 году из 363 претендентов прошли только 26 или 7%. В 2015 году показатель составлял 40%. С 2019 года по 2022 год судьями районных судов были назначены 290 новых кандидатов. Конечно, при таком жестком отборе вакансии могут заниматься очень длительное время. К примеру, в 2022 году по причине отсутствия достойных кандидатов конкурс на 64 вакансии был признан несостоявшимся. К слову, сроки давности привлечения судей к дисциплинарной ответственности уже увеличены. С одного года до двух лет. Крупные пожары в республике продолжаются. Всю ночь в воскресенье в Восточном Казахстане боролись с загораниями травы и пожарами. За сутки подразделениями ДЧС Восточно-Казахстанской области совершено более 57 выездов. В тушении также задействованы силы и средства, организации, крестьянских хозяйств, ДЧС и так далее. Всего более 120 единиц техники, порядка 700 человек, из них ДЧС ВКО, лесные учреждения, Национальная гвардия, Минобороны, вертолеты Акимата области. В Зайсанском, Глубаковском, Уланском районах, в том числе в Алтае и в городе Усть-Каменогорск в результате слаженных действий огонь локализован. При этом уже ликвидированы пожары в селах и в городе. Продолжается работа с загоранием в Курчумском районе в 14 километрах от села Ушбулак на территории Пугачевского лесничества и Маралдинского сельского округа. Площадь устанавливается, предварительная площадь пожаров в регионе в целом составила более 2000 гектар. Как отмечают специалисты ДЧС Восточно-Казахстанской области, основной процент загораний травы и пожаров на территории жилых и дачных домов был вызван жаркой и сухой погодой, стоящей в регионе. А также нарушением элементарных правил пожарной безопасности. К сожалению, ситуацию с тушением огня усложнял сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Спасателями заблаговременно население было проинформировано о штормовом предупреждении и сохраняющейся пожарной опасности в районах области. Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области призывал граждан соблюдать меры пожарной безопасности, быть бдительными, своевременно очищать территорию домов от сухой травы и мусора, не сжигать мусор у жилых домов и не разводить в ветреную погоду костры, ни в коем случае не допускать палов травы. Недавний масштабный пожар в Кустанайской области оставил людей без жилья. Тогда погорельцам помогали и власти, и волонтеры из разных регионов. И вот сегодня обещанное жилье для пострадавших показал Акимат. Во Улеекольском районе завершается возведение жилых домов в рекордно короткие сроки. В ближайшее время начнется уже заселение жильцов, и, как видно на фото, за месяц произошли большие изменения, написал Акимобласти в Инстаграме. Также он показал, какой будет внутренняя отделка домов. А МЧС, между тем, еще раз призывает соблюдать правила пожарной безопасности и обо всех случаях сообщать в ведомство. В ночном клубе Уральска молодой человек на глазах у людей вытащил из сумки предмет, похожий на огнестрельное оружие. Таким образом, он пытался привлечь к себе внимание. Его действия были сняты на видео его товарищами и выложены в сеть. Сразу же стражи порядка установили местонахождение парня и немедленно вывели гражданина из увеселительного заведения. В ходе проверки было установлено, что это вовсе не оружие, а муляж. Принятыми оперативно-розыскными мерами данный гражданин был установлен. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Снаряд в подвале жилого дома обнаружили в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции, местные жители нашли предмет, похожий на боевой снаряд 7 октября. С соблюдением мер безопасности саперы уничтожили боеприпас. Как опасная находка оказалась в подвале, выяснить не удалось. Данный факт был зарегистрирован в КУИ отдела полиции Бурлинского района. Снаряд обнаружила женщина вышеуказанного дома, которая зашла в подвальное помещение, чтобы вытащить ненужные вещи из дома. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Извлечая данный снаряд из подвального помещения, вывезли в безопасное место, где и было уничтожено. В Мангистау нашли метод, который позволит уменьшить количество мусорных свалок. Теперь из-за мусора должностных лицах кематов, городов и районов будут привлекать к ответственности. Мы ранее рассказывали, что с помощью космического мониторинга акционерного общества национальной компании «Казахстан-Харш-Сапара» в регионе выявляют несанкционированные свалки. Так, в 2022 году в Мангистауской области выявили 89 точек, 52 из которых уже ликвидированы. Пока своими обязанностями хорошо справляются кематы города Актау, а также Тубкараганского и Каракьянского районов. В этой связи призываем не только сотрудников местного исполнительного органа, но и общественные организации, волонтеры, но и граждан нашего региона не только с целью убрать или не убрать, а с целью хотя бы пропаганды того, что нужно бережно относиться к природе, к экологии и в целом гражданский долг каждого человека. Свыше тысячи студентов приняли участие в Уральском городском субботнике. Месячник по санитарной очистке города объявлен с 8 по 29 октября текущего года. Также на этот период запланирована посадка деревьев. Первый субботник стал массовым. Помимо учащихся школ и вузов, в очистке городских улиц приняли участие представители организации и рабочие коллективы. Мы всех жителей города, бизнес-объекты, всех предпринимателей призываем участвовать в этом месячнике по санитарной очистке и убираться именно в своих прилегающих территориях. В Ак-Тубе открыли две из четырёх полос строящейся автомобильной дороги «Южный обход» в районе 41-го разъезда. Протяжённость участка около трёх километров. Ранее глава региона Яралы Тухжанов поручил ответственным лицам и подрядной организации досрочно завершить и сдать в эксплуатацию часть дороги к 15 октября для беспрепятственного проезда автотранспорта. Этого дня с большим нетерпением ждали жители 41-го разъезда и пригородного села Ясное, которые больше трёх лет испытывают неудобства из-за затянувшихся дорожно-строительных работ. «Мы досрочно завершили работы и открываем для движения две из четырёх полос. Объездная дорога входит в большой проект «Южный обход». Её строительство продолжается». Осмотрев открытые две полосы, Аким области Яралы Тухжанов поручил руководству управления автомобильных дорог, а также подрядчику ускорить работу на оставшейся части четырёхполосной дороги. «Состояние данной дороги было одним из основных проблемных вопросов, волнующих население. Поэтому мы постарались ускорить график работ. Подрядчик пообещал до наступления холодов завершить подготовку основания дороги. Всю работу будем держать на контроле». В Актюбинской области с особым размахом отпраздновали 355-летие со дня рождения легендарного полководца младшего Жуза Исет Батыра. Гости прибыли со всех уголков страны. Для них организовали состязания по национальным видам спорта и театрализованные постановки, повествующие о подвигах великого Батыра. «Их знаменитый прадед был ближайшим соратником хана младшего Жуза Булхаира. Он запомнился как талантливый дипломат, который содействовал развитию русско-казахских отношений, выступая за развитие экономики и культуры». Актюбинская земля – родина отважных батыров. Исет Кукулы из рода Тама вошёл в историю как неутомимый борец за независимость своего народа против джунгарских захватчиков и внёс вклад в объединение трёх Жузов в единое государство. Потомки со всей страны съехались без Тамак, чтобы отметить 355-летие со дня рождения легендарного предка. «Жизненный путь Есет-Батыра навсегда вписан в историю казахского народа золотыми буквами. Молодёжь должна достойно чтить память великого предка. Пусть в Новом Казахстане будет много героев, которые своими знаниями, трудолюбием будут вносить вклад в процветание страны». Народные гуляния развернулись в Алгинском районе, где находится мавзолей Некрополь легендарного полководца. Пять лет назад здесь установили бронзовую статую Есет-Батыра, к мемориалу построили новую дорогу. Гостей по традиции встречали в белоснежных юртах. В честь праздника устроили конные скачки, игры по национальным видам спорта и айта саханов. Уральски наградили группу молодых людей волонтёрского движения «Халак Сахшосе», активно участвовавших в оперативно-профилактических мероприятиях совместно с полицией. Церемония награждения состоялась в актовом зале Дома дружбы. Благодарственным письмом был награждён волонтёр-доброволец Ролансан Сызбаев. Молодой человек не скрывает, что очень рад быть полезным обществу и оказывать содействие правоохранительным органам. «Я волонтёр «Халак Сахшосе» с мая месяца. Очень рад, что мы можем активно участвовать в работах по профилактике преступлений и правонарушений. Мы часто выходим в ночные рейды, участвуем в акциях по правилам дорожного движения и так далее. Эта работа мне очень нравится». Поддержка волонтёрского движения играет большую роль. По словам полицейских, совместная деятельность помогает обеспечивать общественный правопорядок в городе. Благодаря содействию волонтёров было раскрыто три преступления. Управление полиции города доставлено свыше тысячи подростков, которые находились в ночное время суток без законных представителей. И пресечено четыре факта продажи алкоголя лицам, не достигших 21 года. Работа волонтёрского движения «Халлок Сахшасы» действительно заслуживает особого внимания и благодарности. Совместно с волонтёрами было проведено свыше 30 рейдовых 11 оперативно-профилактических мероприятий, 15 акций. Кроме того, установлены нахождения пяти без вести пропавших несовершеннолетних. В Уральске состоялся полумарафон на 10 и 20 километров. В спортивном мероприятии приняли участие 500 человек, как жители города и области, так и приезжие гости. К слову, спортивное мероприятие направлено на повышение спортивного духа и развитие массового спорта. По итогам забегов всем победителям вручили ценные призы. Я очень рад, что смог стать победителем марафона. Много лет занимаюсь бегом, тренируюсь. Вот плоды этих тренировок. Надеюсь, что эта победа – только начало большого пути. Совместный отдых сплачивает коллектив. Такого мнения придерживается руководство компании ТО «ПСП Серик». В минувшую субботу в СЭЦЛ-парке компания устроила для своих сотрудников тимбилдинг. На свежем воздухе был организован ряд спортивных мероприятий и большая развлекательная программа. Желаю вам прекрасного отдыха, всех семейных благ в жизни, чтобы вы отдохнули и с новой силы, могли приложить все свои усилия на развитие нашей общей компании. Участники и гости мероприятия отметили высокий уровень его организации. Поучаствовали в разных конкурсах, хорошо провели время в выходной. Я думаю, нам нужно тоже развивать такое. Это хорошая практика. Организаторы отметили, что такие мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Если вы желаете устроить для своего коллектива незабываемый отдых или провести время с семьей весело, используя для здоровья, добро пожаловать в семейный парк отдыха СЭЦЛ-парк, который находится по адресу город Уральск, микрорайон Самал, улица Яблочная, 215, дробь 2. Субтитры создавал DimaTorzok